Всем привет! Это Антон Мизонов, очередной мой видеоблог, рубрика Не спрашивали, отвечаем, хотя меня никто не спрашивал, как играть на укулельке Я хочу рассказать о том, как я вообще на ней играю, каким боем и так далее Много смотрел видео на ютубе и первый раз всему миру заявляю, что все не так Все американские видео, все русские видео, мне все не понравились на самом деле Часто бывает такая штука, что начинающие спрашивают, каким боем играть эту песню, каким боем играть ту песню И матерый профессионал, типа, говорят тупой вопрос, что значит каким боем Просто слушай, как эта песня звучит И, соответственно, у тебя рука все это сама сыграет, не задавая глупых вопросов Еще есть советы, что надо сесть с песней со своей любимой и вот так вот на неприжатых струнах попытаться сымитировать ее Это все, конечно, как бы верно, с одной стороны Но, с другой стороны, обычно начинающий человек вместо того, чтобы повторять ритмический рисунок песни, повторяет ритмический рисунок мелодии И никак это вообще не помогает Соответственно, принцип достаточно простой Все, что я сейчас скажу, это про укулеле, но это одинаково применимо, естественно, и к гитаре Как называют гитаром, оркестром в миниатюре, так и укулеле Это очень-очень совсем такая маленькая группа в миниатюре Вот у нас левая рука отвечает за гармонию, когда прижимают аккорды То есть, условно говоря, делает то, что как бы должна делать гитара клавишную, допустим, да? Иногда за мелодию А правая рука, она, когда играет ритмический рисунок, она отвечает за партию барабанов Именно поэтому, когда мы все это объединяем вместе, получается такой хороший, успешный инструмент Что у гитары, что укулеле И поэтому, когда слушаешь бой, когда слушаешь песню какую-нибудь Чтобы вычислить бой, надо слушать именно партию барабанов Которая играется в той или иной песне Причем партии барабанов, на самом деле, этих паттернов поп-рот-музыки, ну, не так уж и много И сейчас мы в качестве, ну, допустим, что такое осень, да? Там барабаны начинаются с барабанов Вот послушайте там Что такое осень, это небо, и так далее Ну, так вот, почему мне не понравились все видео, которые говорят, как играть бой на укулеле Дело в том, что почему-то, я не знаю почему, одному богу известно Все говорят, надо играть на укулеле расслабленным пальчиком, вот этим указательным И типа бой надо играть вот так И если вы расслабите этот палец достаточно, смотрите, как у вас это будет получаться быстро Но у нас не цель играть быстро, у нас цель играть музыкально И мне кажется, что если ты играешь одним пальцем, это получается дофига монотонно Если, например, взять большинство, очень многие песни Там используется так называемая сетка из шестнадцатых нот Это когда у нас идет бочка, вместе с ней первый удар хэдом, бочка и три удара хэдом Мало три удара хэдом Я битбоксом это изображу И вот так вот так закончится Вот И так таким образом закончится То же самое можно делать на укулеле Но прикол в том, что на укулеле есть вот это вот прекрасное абсолютно движение И когда ты большим пальцем вот это вот делаешь, это очень хорошо звучит в начале такта Имитируя одновременно и бочку, и крэш И потом, как я делаю вот это движение шестнадцатыми нотами Я все удары сильные, которые сверху, я делаю не указательным пальцем, а средним пальцем и безымянным Это в хай-рес видео вы, наверное, увидите А вот все удары, которые идут на И То есть удары снизу на слабые шестнадцатые Я делаю указательным пальцем И у меня получается сразу по умолчанию, если я шестнадцатыми играю Вот такой ритмический рисунок На каком бы аккорде это сделать сейчас Ну, на ду-дес-минор на моем любимом Бочка, малый, бочка, малый, бочка, малый, бочка, малый, бочка, малый Вот так, раз Вот, а между ними всякий дидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидидид Ну, по-моему, конечно, так тоже можно играть, но, по-моему, гораздо музыкальнее и, как бы, более ансамблево, что ли, звучит. Музыка сразу предпитает какую-то фактурность и так далее, чем есть просто так. Не знаю, как шариком на балавайте там в собачьем сердце. Вот. Вот такой метод. И он вообще, как абсолютно, ко всем песням подходит, то есть я бы советовал, если кому-то с укулеткой залипать хочется, берешь какой-нибудь аккорд, не знаю, не тот до диэс, который я взял, какой-то простой, до мажор, например, тут надо одним пальчиком первую струну на третьем ладу прижать. И вот так вот. Смотрите, сразу музыка уже получается. Один аккорд, а уже такая расслабленная музыка. Я тусуюсь на пляже, на Гавайях, у меня есть бутылка виски. Я тусуюсь на пляже, на Гавайях, у меня есть бутылка виски. Все кругом такие крутые, и все говорят по-английски. Ну, все, что угодно, там, на беру какая-нибудь такая. Вот. Ну, представьте, то же самое я бы делал, как все советуют. In American tutorials, in Russian tutorials. Вот этот расслабленный указательный пальц. Я тусуюсь на пляже, на Гавайях, у меня тоже вроде нормально. У меня есть бутылка виски. Ну, это как бы дает более такой характерный укулеле-сам. Посмотрите, вот какая прелесть, если большим пальцем бочка или крэш. После того, как вот это дело освоили, вот эти вот шестнадцатые колесо катятся. One, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four. Сейчас мы соединим. Можно уже какие-то удары выпускать, чтобы были какие-нибудь ритмические рисунки, там. Это я первый четыре выпустил сразу. И потом, если вот этой логике следовать, вообще бывает, ну, совершенно чумо видишь, туда триольные можно запихивать, будет достаточно прикольно получаться. Красава похожа на взгляд палача, Ливень похож на нож, И в каждой пробойне блеск меча, В каждой пощечине дождь. Начну сначала и выброшу вон Все то, что стало золой. Ты видишь, как ветер наплывает поклон Крестам над моей головой. Новая кровь Слышишь стон, роженицы ночи. Ну и так далее. Вот у Алисы вот это движение 90-го года концерта, если послушать, там барабаны, именно вот такую штуку фигачит. В общем, драйвовое движение такое. То есть, ну, если это одним пальцем все идет, фигнота получается какая-то. Ну, не то, что совсем фигнота, но, по-моему, вот так. Если этот принцип соблюдается, когда большой пальчик, когда он, вот, средний факовый, да, и этот, безымянный. Ну, так сразу, как бы, ритм берет заботу на себя, сам себе. Не знаю, может, кому-то понравилось у меня все.